Не секрет, что свет был интенсивным в его различных способах парения по всей нашей Солнечной системе и нашей планете Земля. В течение многих недель солнечные вспышки, солнечные ветры, выбросы корональной массы и многое другое находились на повышенных уровнях. Наша планета активируется всем вышесказанным, так и все творение, включая человечество. Свет позволяет нам увидеть, что старые способы мышления, чувств и поведения не способствуют мирным и здоровым обстоятельствам. Нам дано много возможностей изменить коллективное сознание. И различными способами мы стали свидетелями того, как приобретение высшего знания заставило людей четко обдумать свои действия, прежде чем быть поспешными, беспорядочными или импульсивными, позволив высшему Я, душе, источнику быть окончательным гидом. И снова космическая энергетика дает возможность еще больше подняться в коллективном сознании. Призыв предоставить нашу планету ярко сияющей источником света, настолько ярким, что вся дисгармония растворяется и существует только гармония того, что было только что указано выше – гармония мира, любви, исцеления и изобилия. Так много происходит в 3D-сфере, которую нельзя игнорировать. Кризис – опасные химические вещества, наносимые населению, голод по всему миру. Когда бушующий огонь игнорируется, он продолжает полыхать и разрушать. Несмотря на то, что огонь также является метафизически трансформационным элементом, таким как птица Феникс, которая поднимается из пепла пламени, мы должны убедиться, что мы задействуем трансформационную энергию, а не разрушительную энергию. Молитва творит чудеса. Не стесняйтесь добавлять свои личные молитвы из ваших конкретных путей к молитве ниже. Однако, если мы все, по крайней мере, будем читать одну и ту же молитву, ее вибрационные частоты станут мощным духовным атомным событием, которое может призвать ангелов, освященных существ, сияющих, окружить нас и ходатайствовать за нас в наших мольбах. Вот молитва. О Божественный Абсолют, тот, кто имеет много священных имен и форм, но кто выше их всех, мы смиренно ищем Твоего мира, любви, исцеления и изобилия, чтобы излились на нас священные волны великолепия. Излили на нас радость и мудрость, которые растворят всю дисгармонию в ничто. Благослови каждый аспект растительной жизни, большой и маленькой, каждый вид животной жизни, каждую птицу, когда она летает над землей или ходит по земле, каждая из ползающих существ, каждую рыбу в море, каждого человека, все Твое чувствующее творение с Твоей исходной чистотой. Прости нам наши ошибки, мысли, слова и дела. Позволь только нашим добрым делам стоять перед Тобой. Сделай так, чтобы истины Твоих богооткровенных обещанных благословений во всех писаниях человечества процветали. Утешь нас и заключи свои защитные объятия. Священные похвалы! Священные похвалы! Священные похвалы! Помните, что день ретрита – это среда. Спасибо за участие. Пожалуйста, распечатайте эту молитву и поделитесь ею с другими. Нам нужно как можно больше молиться и медитировать в этом сейчас. Мы никогда не сможем сделать слишком много ритуалов. Они удерживают нас на якоре корабля-источниках. Вышеупомянутая молитва также предлагается как специальное прошение источнику, поскольку мы участвуем в молитве специально для исцеления наших планетарных вод. Опять же, магнитосфера плотно заполнена частицами. Сильные солнечные вспышки и ветры могут произойти позже. Все космические энергии могут в любой момент перейти к более высокой интенсивности. Ни Солнце, ни наша планета неспокойны. Они всегда набирают силу ежедневно. Свет неуклонно входит ярче и быстрее в наши клеточные записи и ДНК для обновления. Любовь и свет Доктор Шави М. Али